Ложь во благо. Нет ничего страшнее и изощрённее, чем ложь во благо. Это отражение коммунистического, сатанинского лозунга. Цель оправдывает средства. 1 Иоанна 2.21. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете её, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Всякая ложь от дьявола, а не только злая. Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец, и отец лжи. Притча 19.9. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Любая и малейшая ложь приведёт к последствиям самым тяжким, пусть и через тысячу лет. Откровение 21.8. Всех лжецов участь в озере, горящим огнём и серою. Василий Великий пишет, надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное. Этого не позволяет сказанное Господом, который решительно говорит, что ложь от дьявола. Иоанна 8.44. Не указывая никаких различий во лжи. Иоанн Лествичник пишет, сплетающий ложь извиняется благими намерениями, и то, что на самом деле является гибелью души, он считает правым делом. Кто стяжал страх Божий, тот устранился от лжи, имея в себе неподкупного судью свою совесть. После пришествия Христа более не дозволяется христиану такой ветхой слабости. Чтобы никогда не говорить ложь, нужно помнить, что за всякое слово на суде Божьем после смерти придётся держать ответ. Христос говорит в Матфея 12.36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Толкование блаженного феофилакта. Всякое слово, не служащее к действительной христианской пользе, есть праздное слово, и посему пагубно. Хотя оно кажется и хорошим, но не служит к утверждению веры и к спасению. Или произносится не с добрую целью, не останется без осуждения, потому что не служит к пользе и оскорбляет святого Духа Божия. Об этом учил и апостол, говоря, всякое слово гнилое, да не исходит из уст ваших, Ефесянам 4.29. Но слово истинное, доброе, способствует утверждению веры, даёт благодать слушающим и не оскорбляет святого Духа. Хуже чего, ничто не может быть. Здесь и нас Он, с большой буквы, устрашает. То есть, что и мы дадим ответ за каждое праздное слово. Как то за слово ложное, срамное или неблагопристойное и насмешливое. Потом, дабы не подумали, что Он говорит нечто своё, приводит свидетельство из Писания, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Более подробно, что такое ложь и как она страшна, прочитайте в материале книги «К истинному православию». Ссылка в описании.